ребята привет не за горами значит у нас сезон рыбалки на реке на перекатах и соответственно хочу показать вам свою коробку которую я подготовил на жереха на головля в общем для ловли на реке частности на перекатах то есть это вот моя перед от на коробках что-то тут уже отработала в том сезоне и что-то я докупил для ему на сезон восемнадцатого года в общем сейчас покажу я скажу так вкратце то есть по всем воблером значит по итогам прошлого сезона этот воблер все отлично показал это у нас смит до inside 53 как видите очень сильно по кушам ловит всю рыбу которая тусуется летом на перекате сука судак жерр окунь же когда уже единственная головля только не ловил покаясь так как он шикарно отработал решил взять на пробу еще его младшего брата это это значит версия у нас размере 44 миллиметра вот такой единственно цвет попался такой золотистый в принципе работать борт если взять супер воблер прошлого сезона голову как видите вам тоже новой кисти и на него очень много было всякой рыбы поймана поэтому золотой цвет пусть многие его не любят будем пробовать как горит этот вопчик значит чуть поменьше чем его старший брат я насколько будем пробовать он весит не помню сколько варенья где-то грамм пики может так вот так следующий вкратце значится у нас головы прав 7 стрим про него уже много раз я все рассказывал ловит отлично рыбу ну именно вот в этом цвете не знаю как другие цвета тоже очень рекомендую купить для ловли на реке на перекатах очень любят его окуни сука любит отличный воблер по антикризисной цене что это не в районе сейчас рублей 250 маст хэв однозначно как вы видите оригинал который с которого был скопирован страйк про лежит вообще без крышков у меня потому что он не ловит может из-за цвета пока у меня не ловит эльминолу 44 крышки я гену буду дальше упираться так дальше это у меня разведчик к садака гравики версия cs то есть копия на smith инсайт не знаю купил думал что он сможет заменить смит но этого не случилось на новых каких-то местах где на новых перекатах неизвестных нам сначала буду ставить его ну если это рута в принципе не жалко вот если он будет хорошо проходить везде потом буду говорить оригинал в отличие от оригинала в том что 1 очень сильно сыплется этот как-то не сказать нападение не шиплет ну в принципе на течение раз точно так же очень такая высокочастотная игра так все у нас там дальше имеется ну вот это уже покупочка зимняя сезон восемнадцатого года значит великий ужасный ридж от зип бойца семидесяточка самый лучший размер для ловли жереха версия fk то есть плаваешь на каких-то перекатах так скажем не глубоких можно его использовать цвет 510 мой любимый один из моих любимых в общем ридж риджей много не бывает как говорить вот такой fk ну и приходит взять вот такой это у нас там еще все-таки тонущая для перекатов для жереха это уже классика так цвет у нас какой этот цвет у нас 200 р натуральный натуральный цвет и розовое стекло помощи вот это уже по праву этот воблер считается убийстве жереха много рыбалок на ютубе снято про него как на него ловит за их носу классика жара теперь теперь у нас играл будем будем пробовать ну естественно все наши рыбалки мы снимаем и вы можете видеть как и какой воблер работает так коробка она только минусная то есть воблеры классами но вот такие стримовая пакета в области кранки у меня другой круг по кранкам если нужно я расскажу так что пишите в комментах следующий боец от ази бэйдж ридж рафаэль 45 тонусе супер дальнобойный стик красиво сыпляться и в принципе ловит всю рыбу все абсолютно все вот он поймал вообще все видов хищников поэтому со стиками мы не закончили мы вам еще больше их покупать и покупка этого сезона это вот такой боец 80 стик тоже на жереха с прицелом смит сереблюд 70 липлец то есть липлец это отсутствие лопаты сереблюд есть там всякие разные версии есть шерник поверхностно такой есть гиповая на которого отсюда к и сделали они сереблюд липлец вот как все рассказал жарях будет его кусать с удовольствием купили мы по одной сути он и он и я себе вот такой боец такой так скажем не частый гость в коробках поэтому у нас теперь вот такой смит как видим шмитов уже значит 1 2 3 пока 3 смита в принципе смит умеет делать воблеры для перекатов поэтому решено было смитов количество увеличить и вот еще один такой так это у нас у нас значит смит понизь 70 лёгоньки лёгонька миношка 70 к весит по моему что-то вообще мало три с половиной грамма в пару в пару я взял в пару призу 70 то есть вот эти два красавчика будут работать в паре заглубления них примерно одинаково в районе там полметра и посмотрим какой воблер бот лучше соблазнять рыбу речь конечно это уже классика но смит понизь дешевле риджа в два раза посмотрим как он будет ловить хуже или не хуже отличие что понизь суммовой и наверное это бот его минус бойцы все-таки все бойцы тихие а тут великий шарик колбасится дальний забросили так что смит 4 теперь уже у нас вот такой 4 смита едем дальше черно покупка к сезону восемнадцатого года это у нас значит смит д контакт 63 супер дальнобойные тяжелый воблер для очень сильного течения это вот горбатая форма она сделана для того чтобы воблер очень хорошо держал течение курсовая устойчивость так скажу это легенда ловли форели на бурных веках с очень сильным течением форель мы не ловим но будем ловить жереха на нем если как примеру сравнить отличие от версии до инсайта до инсайд все-таки он идет чуть полегче и не так быстро тонет вот контакт очень быстро тонет то есть его стихия для это очень сильная бурлилки какие нарядки они кстати у нас встречаются ну и соответственно супер дальнобойного вот это 63 что-то грамм 8 или 10 весит не помню ну такой тяжеленький улетать будет далеко в принципе для ловли на перекате дальность заброша не последнее значение имеет поэтому вот такой горбатый это кодовое имя у него от горбатый я сказал горбатый так что у нас осталось еще стримов с прошлого сезона был куплен вот такой одна пока поклевка на него это шакал три коралл хэви вейт что-то 90 или чё ли и весит грамм 13 летит в принципе я думал он дальше полетит чем вот эти все минуски маленький но смит летел примерно на тоже на ту же дистанцию что и этот прикал пока что воблер не понят будем как говорится второй сезон не упираться так еще младше брат это у нас три коралл хэви вейт 55 или чё ли ну пятидесяточка такой тоже в принципе дальнобойный одна поклёвка на него на передача была со сходом принципе потенциал есть как видите форма такая классическая нижняя прямая верхняя горбатая такой типично стримово минуха тонусе опять будем упираться в принципе придерживая прочих равных условиях когда я кидал вот этого и кидал смита смит ловит этот молчит так что не знаю все-таки разница воблерах есть она не маленькая так дальше воблерочек положу его ту коробочку он не перекатный он больше у меня для для справа для таких окуневых мест это зибэкс хамсин джунер легендарная пятидесятка в цвете 300р заглубляться на течение свыше метра то есть уже на перекатах и особо не покидаешь это больше для справа но в этой коробке я удержу будем ловить как говорить так дальше какой же коробки какая же коробка без мегабаса куплен уже два года назад так и до сих пор пока не разловлен не понят но пока еще лежит пока еще лежит это у нас мегабас мегабас док x волкин каю ну короче тонус и такой этот тонус и волки я ожидал от него что он будет быстрее тонуться вот такой он был козоленький но он очень медленно тонет то есть на течение его выдавливать наверх он идет принципе по верху но для других закоряженных перекатов можно использовать и у нас есть парочка таких пока редко его ставил чувствую что он может принести какую-то рыбу поэтому пока оставил эту коробку бюлеров много коробка 1 наверное лучше их борт разбить на две части на две коробки как говорить ну и очень крутые воблерочки на этот сезон это значит большевые воблеры вкусной работы от алексея токова на него уже на них ребята вывод очень успешно я под видео поставлю ссылку посмотрите каких же о чем-то кидает то есть вот те два воблерочка спасибо алексеев за этот подарок будем раздавлять их как видите еще даже не оснащенными ну принципе понятно уклон этих воблеров как вы видите это уклон под жире как то есть такая минога типа вот такой крича лопата у него широкая дом у него более активные работ летит далеко рыбу и всякую оснастим тройниками и будем бомбить все-таки большая есть большая так сколько я думаю потенциал этих воблеров мы выявим в этом году это значит у нас 5 5 грамма весит такая немножко размер что-то 50-55 по моему вот такой но это великий и ужасный шершень для ловли-головля конечно качество изготовления ну реально очень круто весит 4 грамма очень дальнобойный ребята которые уже вверх найти воблер на ютубе разловили все на шершень конечно больше клюет головы как видите расцветка такая ярко-желтая вот просто огонь поначалу лета когда вода мутная это будет будет бомба ссылочку значит на контакт алексея токовой на канал тоже оставлю заходите смотрите можете прикупить если и желание но мы будем пробовать как говорится так что в этом сезоне в этом сезоне уровень рек уже практически в норме хотя сегодня 3 июня сезон у нас открываться в 12 ночи 10 июня грубо говоря 11 июня можно уже ехать на реку на перекаты ловить рыбу тем более что уровень воды уже как к этому времени будет будет в норме поэтому рыба уже на перекатах есть у нас такая информация так что через недельку можно стартовать в бой именно какие пруды а сразу на реку на реку на катать на справ вдоль кустов в общем новинок достаточно много и это только минохи так скажем есть еще коробка с кранками но кранков мы в этом в этой зимой не покупали вообще не покупали с прошлого сезона еще осталось много чего не разловлено вот такие воблерочки ребята пишите что у вас на жереха какие посоветуйте таки еще китом у нас в скором времени свадьёшь только посылочка должна прийти придет еще одна легенда 80 к это лаки крафт вандер в натуральном цвете это тоже такая легенда так скажем такая же как рафаэль такая же как зибать земли восемьдесятка то есть очень круто ловить жереха как вы видите мы подготовились и будем пробовать ладно кабаны в общем давайте увидимся на реке кредит нигде лон